Добрый день здравствуйте сегодня у нас на канале очередная рубрика отходы в доходы есть вот такой вот барабан бак от стиральной машинки с вертикальной загрузки да это когда белье и все остальное вы засыпаете отсюда сверху но к сожалению машинки иногда ломаются и стоит вопрос ну вроде бы за нее заплачено много денег а выкидывать жалко может быть ее куда-то можно использовать ну понятно отремонтировать и так далее ну ребят вот этой машинке уже ремонт вообще нержавейка выломалась силумин по выламывался да ну то есть как бы использование по прямому назначению эта машинка уже все на выброс хотя безусловно эти вещи можно куда-то использовать есть вот такая замечательная кастрюля емкостью чуть ли не 50 литров может быть даже больше с нержавейки но в ней много отверстий и самое большое вот это но если его закрыть заварить что нибудь его сделать ну получается неплохая емкость поэтому сейчас снимаем вот это все обрезаем лишнее она тут где-то приварена где-то прикручена освобождаем бак из нержавейки все остальное пока мы сейчас выкидываем снимается вот такой пластмассовый корпус есть вот такие болтики длинные болтики нам всегда пригодятся восьмерочка болтики восьмерочка оцинкованные мебельные пригодится вот кстати ребят польза от медного молотка когда выбиваем болты бьем по резьбе резьба остается целая хорошо хорошо сегодня ролик наверно будет больше разговорного жанра да чем что-то мы конкретно будем делать по-прежнему раскручиваем на склад тоже на склад ну и вот непосредственно сама вот эта крышка она в принципе вот всего две точки приварена контактная сварка можно просто тупо оторвать если даже немножко бак согнется нам геометрию сохранять не надо борщанул дырочка насквозь нам не страшно для наших целей для этих целей берем вот маленькую бормашинку фрезер такой да с победитовой фрезой а у меня спрашивали что за машинка ребят я не знаю как это показать вот китайские снежинки но здесь вот так в общем брал на алиэкспрессе 1200 рублей фрезер написано 480 ватт на сколько мы мерить и на 6 миллиметров выбирайте вот с таким патрончиком это показатель того что машинка кремочная да ну можно зажать а не цанговая ну вот все фреза победитовая поэтому нержавейку будет резать легко но эта штука нам тоже к сожалению пока не нужна но пригодится отправляем на центральный склад вот здесь вот такой ободок остался края очень острые вот смотрите провожу рукой о видите уже порезался острый край поэтому сейчас притупляем эти кромочки срочно ремонт отрезанного пальца но все гаражники прекрасно его знают это бумажный скотч или просто изолента буквально пару виточков прикрываем поранен участок палец сохраняет гибкость но правда несколько падает чувствительность но мне сейчас с не женщинами общаться а с металлом нормально итак получаем вот такую вот заготовку здесь я все в силиконе в герметике сейчас это все надо счистить остатки силикона хорошо снимаются такой нейлоновой щеточкой теперь когда мы ее берем в руки вот эти края у нас тоже очень острые буквально да не гержавеечка толщиной 0,5 миллиметра она острая сейчас эти края загнем завальцуем чтобы это было менее опасно при загибании использую вот такую вот алюминиевую отливочку она мягкая но достаточно тяжелая и небольшой молоток большой здесь не надо чтобы не расплескать края именно загнуть его ну вот лишние болтики можно убрать в сторонку чтоб не мешали оправочка краюшек и забиваем итак итак краешек завальцевали теперь порезаться тяжело он загнут и завернут остается вопрос вот этим отверстием да или технологической дыркой ее надо просто закрыть для этого сходил на центральный склад нашел такую крышку от старого системника в принципе ее хватает перекрыть вот эту вот как раз обрезается вся перфорация лишняя в общем как всегда обрезаем лишнее а потом приделываем резать будем при помощи ножничек ничего сложного поехали обрезали один край примеряем по высоте в запасом замечательно отрезаем второй край здесь был у нас тройной металл ну ножницы хорошие справляются края обрезаны немножко немножко даю радиус вставляю по высоте замечательно длину надо теперь отмерить опять можно вот этот край обрезать лишний сделаем нахлёст у то есть какие-то отверстия технологические ну была ручка заклепкала до нее дойдем и можно отметить ширину вот наше отверстие то есть все красиво до штамповки вот так мы ее и обрежем ну чтоб самим не порезаться краешки немножко закруглим ну в принципе латочка наша и готова да осталось ее закрепить здесь ну а перед тем как крепить сейчас отпылить грязи тоже почище сразу все не чистил это все равно вырезаем и выкидываем что делать дурную работу обрезали лишнее почистим необходимое вычищать в абсолютной ноле красоту не стоит смысла нету не то это изделие теперь осталось это все закрепить счищаем остатки герметика итак берем ширповертик сверло 4 миллиметра 424 но у него и сверлим 1 2 3 4 я думаю будет достаточно готово дальше просто берем заклепочник заклепочку и поехали итак 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 ну вот так расклепал кончики этих заклепок ну мне лень было их спиливать а на улице будут торчать чтоб штанами не цепляться итак снутри у нас заклепочка ну в принципе и наша работа закончена итак 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 ну как вы прекрасно понимаете ребят это я вот как говорится выделываюсь на камеру для контента делаю все это контактной сваркой ну а как только что вы видели можно и на обычные заклепочки посадить или даже болтики четверочки-пятерочки с гаечкой да то есть фантазия тут безгранична ну есть у меня контактная сварка варю контакткой а при назначении этой кастрюли наверно догадаетесь да для чего она надо сметаем со станочка берем шансовый инструмент и погнали это не выкидываем это под литейку ну я надеюсь понятно для чего этот тазик нужен да он большой по объему но как стружка на относительно легкая ну тут сейчас килограмм может быть 5-6 есть и все не больше объема намного занимать вот ребят как-то так отходы в доходы поломанные стиральные машинки сейчас я использую как место концентрации стружки да ну чтобы не мешками носить мешками можно полипропилен но стружка цепляется это приехал на металлоприем куда вывалил в тазике забрал обратно поехал отходы в доходы да это не может быть не высоко художественное произведение искусства это не супер-пупер мангал там с турбонаддувом и так далее это просто мусорка но к сожалению нашей жизни особенно когда вы что-то делаете руками у вас происходит случаются отходы производства мусорка занимает одно из ключевых мест вашей производственной деятельности так это назовем но на этом все ролик заканчивается все было простенько отходы в доходы стройте себе или вашим соседям вдруг им надо мусорные ведра пусть с вами прибудет чистота а чистота залог здоровья на этом всем вот такой привет будьте здоровы всем пока нержавейка еще моему внукова хватит и 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